Драгунская винтовка В результате модификации драгунского варианта винтовки, как более короткого и удобного, появилась единая модель. Винтовка образца 1891 дробь 1930 годов. В 1928 году в Советском Союзе запустили в серию оптические прицелы, разработанные для установки на винтовку образца 1891 года. В 1932 году началось серийное производство снайперской винтовки образца 1891-30 годов. В 1938 году на вооружение принят модернизированный карабин образца 1938 года. Он стал длиннее своего предшественника на 5 мм и был рассчитан на ведение прицельной стрельбы на дальность до километра. Карабин предназначался для различных родов войск, в частности, артиллерии, саперных, кавалерии, подразделений связи и служащих материально-технического обеспечения. Например, водителей транспорта, которым было необходимо легкое и простое в обращении оружия большей частью для самообороны. Последним из вариантов винтовки стал карабин образца 1944 года, отличавшийся наличием несъемного игольчатого штыка и упрощенной технологией изготовления. Одновременно с его введением производство мосинки образца 1891 и 1930 годов прекратилось.